Всем привет. Я Иван Васильев. Работаю в компании Playtica на позиции архитектора. И сейчас расскажу про контейнеры Spring Boot и как их готовить вместе. Вернее, как это происходит в компании Playtica. Разработкой софта занимаюсь уже больше 15 лет. Из них в районе 12 лет занимаюсь разработкой бэкендов на Java, мой LinkedIn профиль и GitHub аккаунт. Значит, о чем поговорим? То есть будет вводная, контейнеры и с ними связанные технологии. Почему? Будет пара слов про Spring Cloud и Kubernetes. Spring Boot, Spring Cloud и Kubernetes. Немного расскажу про сборку Spring Boot сервисов, контейнеры и расскажу про изменения, которые в Playtica происходят в отношении QA и Deployment. Слайды, если кому интересно, на QR-коде можете, там линка на слайды. Потом можно будет их скачать. Ну, первое, это, собственно, выбор технологии. Почему так? Компания Playtica занимается разработкой социальных игр. Вот, одной из самых популярных таких игр является Slotamani. Я не буду сейчас задаваться, что это за игра, но с точки зрения технической Slotamani это на бэкэнде около 100 с лишним Spring Boot микросервисов. Разные фича, сервисы, инфра сервисы. Это 45, я их называл one pizza команд, потому что там маленькая команда, там два девелопера, QA, product owner и может быть девопс. То есть это одна команда, которая делает фичу. Иногда эта фича затрагивает клиента, иногда только бэкэнд. Ну и, собственно, в пике было до 200 тысяч concurrent users. Вот, то есть там, если когда происходят промоушены или еще какая-то компания, то одновременно могут играть там 250 тысяч игроков в эту игру. Сама игра технологически развивалась так, чтобы дать возможность разрабатывать как можно больше фич, как можно быстрее. То есть что это значит? Это надо добавить как можно больше людей, насколько хватит ресурсов и дать им возможность работать параллельно. То есть микросервисы появились как органические, то есть начали… сначала был на бэкэнде один большой монолит, потом начали сбоку появляться, ответвляться микросервис. Вот. Технологический стэк. Ну это свои сервера, private data center. Compute стэк – это, собственно, эти спринтбутовые микросервисы, деплоиваются в VM-ке созданы VMWAR, VMWAR, vCenter. То есть покупается там, не знаю, за x тысяч сервер большой железный, пилится на маленькие VM-ки и эти VM-ки уже используются там для деплоймента. С точки зрения compute layer, то есть сервисы пишем на Spring Boot и Spring Cloud. Вот. И с точки зрения баз данных, там зоопарк, под каждую фичу используется своя. То есть в основном там это couchbase, сейчас будет aerospike, там где есть граф друзей Neo4j, ну и так далее. То есть с базами данных в свой дата-центр можно ставить все, что угодно, если позволяет деньги. Соответственно, в первой операции это где-то Monolith и первые штук 20 микросервисов. Сервисы деплоились в таким образом. То есть, как я сказал, на VM-варе нарезали VM-ки и туда скриптами закатывали джарки бытовые и, собственно, мониторили эти джарки. То есть VM-ы подготовлены, джарки с какими-то скриптами заталкивались в VM-ки и стартовались, все работало. Вот. И где-то на сороковом сервисе поняли, что чего-то не хватает в схеме. Вот. Чего не хватает, это, собственно, вот если вы знаете про Amazon и EC2, то вот автоскейлинг, селф-хилинг для этих сервисов, которые задеплоены. Ну и у нас там Monolith, если что-то с ним происходило, IT-инженеры начинали смотреть, что там, что-то там меняли, рестартовали. Вот. Есть отдел ног. Кто знает, кто такие ног? Окей. То есть, которые, ну, мониторинг эксперты, которые настраивают мониторинг и создают алерты. То есть, если ваш сервис там в продакшене, что-то с ним не так, то они начинают звонить людям по алертам, что что-то надо делать. Что хотелось получить, чтобы мы сделали сервис, отдали его в какую-то супервизор и он его мониторил, рестартовал, увеличивал количество, уменьшал количество. Ну, то есть, штука называется оркестратор микросервисов и мы начали смотреть в эту сторону. Так как у нас спринбутовые джарки, то логично было выбрать другой коммерческий продукт от Pivotal, это CloudFundry. Вот. Они делают, собственно, оркестрацию аппликейшенов. Но было также понимание, что мы не хотим, мы хотим уйти от деплоймент юнита jark, то есть спринбут аппликейшен и хотим, ну, чтобы деплоймент был целостный, то есть там java чтобы была, чтобы стартап скрипты там были, чтобы все было не где-то сбоку, а вот именно этот юнит был целый. И, ну, несколько лет назад были у CloudFundry мы получили такие продукты, как CloudFundry Diego и Latuk, по-моему, Latuk. То есть это попытки компании Pivotal зайти с application orchestration на контейнер orchestration. На данный момент оба проекта закрыты. Мы тогда пытались что-то поставить, попробовать и поняли, что оно все время в бете, вечное бета. Начали смотреть в другую сторону, то есть сравнивать, какие еще есть оркестраторы. Перед тем, как смотреть, посмотрели, выбрали действительно ли, ну, какие контейнер технологии. Мы от идеи компилировать VM и отказали сразу, потому что это неэффективно. И тогда там докер был уже достаточно популярен, чтобы начать на него смотреть. И если сравнивать докер с другими контейнер технологиями, допустим, есть Rocket и у Mesos есть какой-то свой проект, то докер на то время уже лидирующая была технология, то есть там количество коммитов, контрибьюторов, вопросы, то есть комьюнити была намного выше, намного лучше и проект активнее развивался. А вот с точки зрения оркестраторов, ну, несколько лет назад картина не была такая очевидная. Вот, соответственно, были проекты Swarm, который был тоже вечная бета, у Mesos был, они там начали делать марафон, и Nomad. Как я сказал, Cloud Foundry попытки сделать из application orchestration, контейнер orchestration уже закрыты, я их убрал. Там по линкам можно будет найти эту информацию. Соответственно, было уже понятно, что вот, допустим, по количеству контрибьюторов на GitHub и количеству Stack Overflow ответов и вопросов, то самый популярный open source проект это Kubernetes. Ну, и то есть самый развивающийся. Вот. И начали тогда смотреть в сторону Kubernetes, а наши микросервисы уже тогда были, ну, на Spring Boot, Spring Cloud, то есть мы уже умели там деплоить этот стэк и с ним работать. И начали смотреть, что же такое Kubernetes. То есть Kubernetes это мастер нода и воркеры. Мастер ноды должно быть две, там High Available Cluster. Мастер нода мониторит воркеры через специальный кублит. То есть и этот агент ставится на воркер. Воркер может быть VM, может быть хардварное железо, там я видел презентации на Raspberry Pi ставят Kubernetes и воркеры. То есть в принципе можно Kubernetes попробовать задеплоить куда угодно. Ну и основные примитивы. Это сервис, это что-то типа DNS имени для вашего сервиса и одновременно load balancer, то есть единая точка входа в кластер микросервисов. Дальше pod. Это группа контейнеров, которых нужно поднять на одной хардварной ноде, то есть или на одном VM, чтобы они были рядом и между ними там делается локальная сеть. То есть это не один контейнер, это несколько. Допустим, если у вас есть сервис, который пишет логи в локальную файловую систему и рядом watchdog какой-то, который эти логи куда-то пересылает, то желательно, чтобы эти два контейнера стартанули рядом, но в разных контейнер инстансах. И в Kubernetes это pod. Дальше есть replicaset. Это штука, которая управляет сколько инстансов, сколько подов поднять для этого сервиса. То есть вы декларируете, что вы хотите вот такого сервиса, там, не знаю, логин сервиса, чтобы их было 100. И она убеждается, что она ищет куда, куда его поднять. То есть вот это контроллер, такой кубернетис объект, который для того, чтобы делать maintenance state кластеры. Есть такая штука, как deployment. Это тоже кубернетис объект, который предоставляет примитивы для автоматизации деплоя, собственно, подов, сервисов. Есть label, то есть это таги на ресурсах, которые позволяют фильтровать какие-то инстансы. То есть вот, допустим, сервис – это load balancer, это какой-то хапрокси там, который по label ищет, куда раутить трафик. То есть label используется в разных местах, но одно из применение – это, допустим, вот привязать сервис DNS имя к инстансам вашего сервиса. Ну, самый примитивный deployment – это the deployed engine x выглядит так. Вы подготавливаете yaml, описываете там, что вы там будете деплоить, что вы хотите от кубернетиса, где ваш докер имидж, что там будет доступно, говорите консольному клиенту кубернетиса создать и этот yaml ему передаете. И кубернетис пошел, найдет, где, на каком воркере можно поднять. То есть это декларативный deployment. Да, и изначально Google кубернетис разработал и хотел его продавать как сервис. Когда мы начинали смотреть в кубернетис, контейнер engine там, его еще даже не было в паблике, сейчас он уже продается и можно попробовать поставить и поиграться, туда не было. То есть, но ситуация была следующая, что у нас свой дата-центр и нужно поднять кубернетис у себя. Мы начали смотреть, как это сделать. То есть и первый самый развитой инсталлятор это COPS. То есть COPS устанавливает по умолчанию на AWS. Он заточен под Amazon. У них там есть фича, они пилят под VMware, под vCenter. Мы попытались этим воспользоваться, не смогли. Соответственно, пошли смотреть дальше. Ну это стандартный kubadmin проект, который позволил, ну вот с помощью kubadmin получилось развернуть в своем дата-центре, там создали несколько VM, начали разворачивать, получилось развернуть. но посмотрели, что нужно сделать, чтобы обновлять, разворачивать. То есть нужно писать скрипты. То есть нужно писать инсталлятор. То есть там, ну оно полуавтоматическое. Вот там по ссылке, там уже очень расширенный список, тогда он был намного меньше. Там можно найти, какие есть инсталляторы Kubernetes и выбрать. То есть мы в следующем начали пробовать Kizmatic. Инсталлятор там это Ansible плюс чуть-чуть Go. Подготовили ноды, запустили, все поставилось. Попробовали взять последнюю версию Kubernetes, все обновилось. Там были нюансы, но чинится, все проходит. Компания, которая разрабатывает, предоставляет support, мы еще не купили, но он есть. И мы решили взять Kizmatic. После того, как мы установили, то есть у нас есть Kubernetes, у нас есть production работающий, там есть базы данных, там есть VM, которых мы создавали бесчисленное множество. Их надо связать. Вот. И у Kubernetes сеть это плагины, то есть там есть набор сетевых плагинов, которые можно использовать. По умолчанию это Flannel, очень примитивный. И второй популярный это Calica. То есть есть там BGP протокол для связи подсетей. И мы поставили плагин Calica, Kizmatic его поддерживают, мы выбрали, поставили, настроили там эти route-рефлекторы, которые две подсети соединили. И таким образом мы соединили существующий production подсеть VM, подсеть баз данных и новую подсеть Kubernetes. Вот. Следующая задача это деплоить, собственно, наши сервисы в Kubernetes. в Kubernetes набор фич, которые он предоставляет намного больше. Ну поэтому мы его и взяли, чем тот, который есть в Spring Cloud Netflix. И кроме базовых примитивов он еще предоставляет автоскейлинг, deployment automation я там показывал. И он поддерживает с помощью replica set состояние вашего кластера. и он мониторит health сервисов, ваших Spring Boot сервисов. И если там сервису стало плохо, out of memory или еще что-то, он его удаляет, заводит новый. То есть вы ему говорите сколько минимум, сколько максимум вы хотите контейнеров, там 10, 100. И он там мониторит нагрузку. Если выросла нагрузка, он добавляет этих контейнеров, если есть свободные ресурсы в случае private data-центра. И у нас в Spring Cloud Netflix были уже фичи, которые мы активно использовали. Это Evrica, Ribbon, Hystrix, Azul и Configuration Service. Ну это не Spring Cloud Netflix, но мы это тоже использовали. Соответственно что-то из кубернетиса и нужно принять было решение. Мы остаемся на нашем стеке и берем то, что нам надо из кубернетиса или начинаем переделывать весь стек. Ну естественно очевидно, что мы хотим остаться на Spring Cloud. То есть какие-то фичи из кубернетиса мы решили не использовать. Но решили использовать те, которые нам были нужны. То есть автоскейлинг, self-healing. После того, как мы решили, как мы это будем интегрировать, первая задача, так как мы Service Discovery кубернетиса не используем. Я показал на предыдущем слайде. Load, Balancing Service Discovery, Ingress и ConfigMap мы не используем. Первая задача это подружить Spring Cloud Service Discovery с кубернетисом. То есть там в принципе есть проект Spring Cloud Kubernetes. Его развивает только Red Hat. Им никто не пользуется в принципе, как я заметил. Поэтому мы решили не трогать его, а остаться на Netflix таки. Но нужно было подружить с Everika поды, которые подымаются. И у кубернетиса есть такие lifecycle ивенты. То есть когда ваш сервис подымается, он пытается зарегистрироваться в Everika. То есть это сервис Discovery от Netflix. Он зарегистрировался и все, на него пошел трафик через 30 секунд. Но когда ваш сервис тушится, ему надо сказать, что его надо убрать из Everika и после этого подождать, пока на клиентах перестанет идти трафик, когда клиенты поймут, что инстанса сервиса уже нет и перестанут слать трафик. И тогда контейнер можно удалять из класти. То есть что мы сделали? Мы взяли хук кубернетиса при стоп, который знает имя сервиса, знает где Everika, через configuration ему приходит. И когда сервис стопается, он посылает out of service в Everika и ждет 90 секунд. Ну пока все кэши там обновятся и на сервис перестанет идти трафик. И этот хук, ну это грубо говоря маленький java-клиент к Everika, интегрирован в контейнер и к кубернетису, когда контейнер деплоится в кубернетис, говорится, вызывай вот этот хук, скрипт, баш, который делает все, что нужно, чтобы вывести контейнер из сервиса discovery. Еще одна штука, которую пришлось чинить не кубернетисом, то есть мы не юзаем load balancing кубернетиса. Он там очень продвинутый, то есть он умеет там смотреть нагрузку на поды и там перераспределять ее. Мы юзаем ribbon, там дефолтный load balancing round robin. То есть это по кругу там посылает трафик на все поды. Соответственно, когда есть кластер сервисов и несколько нот отвечают медленно, они эффектят все запросы. То есть количество запросов на них попадает равномерно. И в ribbon есть rule вместо round robin, который можно применить. Это waited. Он меряет response time от каждого инстанса и перестает трафик пускать на инстансы, которые медленно отвечают. Ну это partial degradation, это такой use case специфический. И есть еще один кейс, который мы, рецепт, который мы применили. Для read запросов мы начали уменьшать timeout и добавлять retry. То есть если read запрос, ему не ответили там за SLA, то там чуть ли не до 50 миллисекунд понизили. Ну это как сервис отвечает в среднем. Мы знаем, что у сервиса SLA там 50 миллисекунд. Понижаем и говорим, что если тебе за 50 миллисекунд не ответили, попробуй еще два раза. И тогда он там, если пару нот из 100 отвечают медленно, то он начнет… на первую попробовал, на вторую попал, ему ответили за 50 миллисекунд, но продолжили. Ну и какая проблема была? Это краши докер-енжина. То есть когда… ну это была в какой-то версии докер-енжина, и сейчас эта фича появилась, называется live restore. То есть если докер-енжин тушится на хосте, то он забирает с собой все поднятые на этом хосте контейнеры. То есть это был нежданчик. Но прямо вот мы вот это пробовали, и в следующей версии добавили опцию live restore. Докер после переподнятия находит все раненые контейнеры, подключается и начинает их мониторить, то есть без проблем. И для крэша мы написали watchdog, который рестартует докер. Следующая задача – это интегрировать входящий трафик с кубернетисом. То есть у нас используется F5 hardware load balancer. Это такая железяка, которая там, железный nginx. И мы здесь не используем сервис. То есть F5 напрямую знает по имени сервиса, логическому имени, какие у него айпишники. Айпишники в кубернетисе временные. То есть если айпишники, если сервис поднялся, ну опустился, то поменялся айпишник. И у F5 есть контроллер, который пропагирует все эти изменения в F5. То есть и получается мы избежали вот этот ингресс штуку, которая это еще один хоп между нашим F5 и Zool, который на самом деле тоже API gateway. С эврикой ситуация следующая. То есть эврики, эврика клиенты требуют эврика URL через запятую. И это должны быть какие-то статические адреса. Вот. И для того, чтобы получить статические адреса, нам нужны кубернетис сервисы. И варианта два. Либо делать два сервиса с разными именами с одним контейнером внутри и между ними настраивать, что они друг про друга знают репликацию. Или поднять stateful сервис эврика. И у stateful сервиса есть такая штука, как рулы, как называются инстанции stateful сервера, вот эти поды в DNS. То есть если поднять stateful сервис, у него есть эврика 1, эврика 2, эврика 3 по количеству контейнеров в сервисе. Соответственно, там по линке это описано. Ну и базы данных у нас по-прежнему на железяках напрямую ставятся на сервера. То есть у базы данных, у каждой базы данных свой сервер и не один. И может быть мы начнем их ставить в кубернетис, там уже народ таким пользуется. Ну и картинка выглядит следующей. То есть у нас очень мало кубернетис сервисов. То есть мы практически не используем кубернетис лот балансов. И у нас stateful леврика, все, что железное за кубернетис. Если вы хотите попробовать, как взять кубернетис на гугл клауде, там есть бесплатная инсталляция поиграться и взять, задеплоить туда Spring Cloud Netflix. Вот хороший пошаговый блокпост, как брать Spring Cloud Netflix стек и деплоить на кубернетис полностью описанный с демонстрацией всего, чего вы получите в результате. Теперь поговорим про сборку. То есть у нас Spring Boot Jarki собирались Mavin. Их было уже много. То есть мы не хотели, чтобы каждый разработчик писал свой докер файл, потому что в принципе Spring Boot Jarki они все одинаковые и запускаются одинаково. То есть смысла писать каждому свой докер файл не было. Поэтому мы решили, что у нас будет один докер файл стандартный, но параметризированный. То есть в этот докер файл у нас вошли базовый какой-то образ Ubuntu. Потом у нас используется AppDynamics для мониторинга, то он должен быть на хосте, а туда пакуется в этот базовый образ AppDynamics. Туда пакуется клиент к Evric, который делает там на shutdown выведение из Evric и ждет. Туда пакуются log4j файлики. У нас как бы в продакшене на Slotamani все логируют vlk stack. И Spring Boot аппликейшн логирует одинаково, то есть грубо говоря в logstash. Поэтому это для того, чтобы задеплоить в продакшен джарку нужно уметь логировать logstash. И вот эти log4j файлики они общие, но параметризированные. То есть и Spring Boot умеет из Spring Cloud конфига или даже не Spring Boot, а log4j умеет. Мы берем из Spring Cloud конфига и параметры log4j передаем при старте в джарке. То есть о категории логирования, да, у каждого сервиса могут быть свои, лежат Spring Cloud конфиг серверы. Ну и тут маленький скриптик питоновский, который генерит exec для нашего Spring Boot. Ну, java-jar. Почему питоновский, почему не просто? Потому что там надо делать, мы передаем из environment в startup argument и java параметры. И если в environment есть пробелы, то их надо там корректно хендлить. Соответственно, для того, чтобы инжектить сборку, для того, чтобы собрать Mavin, допустим, контейнер, нужно подключать Mavin плагины. Ну, там самый популярный это Spotify. Но если вы хотите сделать, чтобы все делали одинаково, то вам надо эти плагины как-то всем предоставить уже сконфигуренные. Стандартный путь в Mavin это наследование, parent. То есть вы наследуете parent. То есть есть замечательный Spring Boot parent, в котором сконфигурены плагины базовые и dependency. Мы его заэкстендили и добавили туда конфигурацию для сборки Mavin Docker imagery. То есть у всех одинаково. Значит оно будет… меняешь там свой parent на наш и у тебя собирается твой boot в контейнер. Еще один путь – это Mavin Mixing плагин. Он в альфе, но он рабочий. Что этот делает? Он берет кусок XML, который лежит в артефакторе или в вашем репозитории и мержет вам в проект. На самом деле в parent у нас этот плагин. Множественного наследования нет в Mavin, поэтому надо как-то инжектить плагины. Соответственно вот эта штука, она в альфе, но работает. Ну и какие-то заметки, которые я выписал. В Java 8 131 апдейт, если вы не знали, есть поддержка экспериментальная докера. Десятки, она уже продвинутая. То есть Java эргономика уже умеет подбирать там настройки и смотреть на cgroups-лимиты. Вот, то есть если вы запускаете докер-контейнер и его лимитируете, то Java попытается подстроиться. Вот, там ссылка на блокпост. Ну а вам все равно нужно настраивать XML. Даже если Java подстраивается, XML она ставит 1 четвертая от max-лимита. То есть если вы взяли 2 гигабайта, вот этому контейнеру 2 гигабайта, она возьмет и 512 xmx сделает. И нужно не забывать, если вы делаете докер-файлик, нужно не забывать, чтобы Java получила PID 1 в докере, в докер-имеджи, в докер-инстанции. Иначе она неправильно будет реагировать на всех терм. Ну и в iSpace я сказал. Мы это сделали Python, потому что было удобно. Но если вы передаете environment-variable куда-то в вашем имедже, то там с пробелами могут быть нюансы. Теперь поговорим про QA. Давай. Если кто-то пропустил, есть… Это другой слайд. Значит, если вы делаете автоматизацию деплоймента, то я советую ставить на continuous deployment. Continuous delivery – это штука, что вы в своем deployment pipeline разрешаете делать ручной шаг approve. Если у вас есть ручной шаг один, то со временем их станет десять, а то может быть и больше. То есть этот continuous delivery превращается… Мы что-то закодили, теперь мы будем ждать, пока кто-то запрувет, потом мы ждем конфигурации, потом мы ждем тестировщиков. Continuous deployment подразумевает, что вы поменяли, покрыли тестами, нажали release и все, оно в production. Все, что нужно, сделано. Соответственно, для того, чтобы это применить, если кто пропустил, есть для микросервисов специальная пирамида тестирования, побита на дополнительные категории. Есть компонентные тесты, интеграционные переведены чуть ниже в пирамиде, есть юнит, еще тут нет контрактов, но контракты это на уровне юнит тестирования считаются. То есть что мы хотим? Это, грубо говоря, получить тестированный сервис результатом сборки. То есть вы собрали, все, можно деплоить. То есть никаких дополнительных для этого микросервиса интеграции, проверок не нужно. Это значит, что вы должны уметь тестировать на production. Это значит, что вы должны уметь деплоить фичу выключенную и включать на production для юзера. То есть это значит, что у вас должно быть процесс разработки построен так, что вы можете зайти в production, нажать кнопочку вот этому васе включи фичу x и посмотреть, как она работает. И выключить. Ну и вместо интеграционных тестов, которые требуют environment для прогона, следует обратить внимание на контракты. там есть пакт и недавно появился Spring Cloud Contracts. Это вот оно со Spring Boot, со Spring Cloud интегрировано. Еще одна штука — это смок-тесты. У нас когда был монолит и когда было первые 20 его последователей микросервисов, то использовались health-чеки. Теперь мы используем Spring Boot health индикаторы. То есть если сервис поднялся, отдал up, он считается рабочим. То есть не надо его внешне проверять. Это используется в deployment. Теперь мы поговорим про deployment. То есть мы собрали и на этапе сборки потестировали, мы теперь хотим деплоить. Какие deployment-паттерны есть? Ну первый — это zero downtime. То есть мы не хотим, чтобы юзеры замечали, что мы что-то деплоим. Следующие два подхода — это canary плюс rolling update или canary плюс blue green. Отличается тем, что мы подняли один инстанс нового сервиса, новой версии сервиса в продакшене и потом, если все окей, обновили весь кластер. Blue green — это мы подняли один инстанс нового сервиса в продакшене, посмотрели мониторинг и приняли решение продолжаем и рядом подняли такой же кластер. Подождали еще сутки и вывели старую версию. Ну еще мы хотели получить pipeline как код. То есть это значит, что мы храним pipeline в стыше, версионируем их в стыше, ну в gt, и заливаем и можем параллельно ранить несколько версий deployment pipeline. Собственно deployment pipeline я расскажу про canary плюс blue green. Выглядит так. То есть мы достаем из конфиг сервера нашего стартап опции для джарки, Spring Boot, генерируем вот тот ямлик для кубернетиса, поднимаем новый инстанс сервис. Он регистрируется в вебрике один, там 100 нот кластер, 101 поднимается, на нее начинает идти трафик. Кто-то должен пойти посмотреть, pipeline останавливается, ждет инпута от юзера. Кто-то должен пойти посмотреть и сказать продолжаем. Если за полчаса никто ничего не сказал, pipeline останавливается и выводит этот новый инстанс. Собственно rollback одного инстанса нового. Если кто-то зааппрувил, то мы поднимаем рядом новый кластер с таким же capacity. И дальше ждем сутки. Ну сутки, потому что у нас пик на ночь приходит игроков. Мы хотим убедиться, что вот сервис переживет ночь. Ждем сутки, если никто ничего не сказал, продолжаем, то есть как положено. Если вдруг произошла проблема, заходит человек, в pipeline выбирает откат и pipeline удаляет новый кластер. Если никто ничего не сказал, мы продолжаем deployment. То есть это вот так выглядит canary плюс blue green в нашей версии. Кота можно постричь по-разному. Это как мы его стрижем. Ну собственно, как мы это сделали? kubctl, как я показывал. У нас есть deployment в кубернетисе. И параметры для deployment, для генерации дескриптора кубернетису мы храним в Spring Cloud конфиг сервере, но сам его мы запускаем как command line утилиту. То есть взяли sprint.dot.gr, сбилдили, которая делает то же самое, что Spring Cloud конфиг сервер, только она вот запустилась, сделала параметры сервису, YAML deployment descriptor, написала файловую систему и закончилась. Если вы используете Jenkins для pipeline, и ваш pipeline в разработке выглядит не так, то вы делаете что-то не так. То есть вот так он должен выглядеть. Мы сначала взяли там из Jenkins и забирали какие-то XML, потом поняли, что делаем что-то не так, поресерчили. Это groovy DSL с подсказками в идее. Все работает, пишется, хранится в GIT. То же самое для job DSL. То есть если вы делаете через UI Jenkins job, то можно делать по-другому. То есть вот как выглядит job DSL. То есть вы в GIT где-то храните эти джобы, версионируете, там есть folders, плагин, по папочкам раскладываете разные версии и вызываете их тоже. Деплоите pipeline и джобы. Тоже можете делать blue green. Как вот выглядит UI Jenkins. Вот она остановилась на шаге аппрува канарейки. То есть вот pipeline ранится, кто-то должен зайти и нажать просит, у кого есть права. Еще одна штука, которую мы сделали, это страничка. У Kubernetes есть такие штуки, как namespace. Я про них почему-то не сказал. И там есть все сервисы, которые вы задеплоили в этот namespace. Ну это какой-то кластер. Есть Kubernetes UI, но там очень много информации для того, чтобы понять, какие версии сервисов там установлены. Сложно. Наши девопцы написали маленькую страничку, спрятали за нее логин в Kubernetes. Она открыта для всех в локальной сети. Заходишь на страничку, видно на каком environment, сколько сервисов, какие версии, какие up, down, где какие версии обновляются. Ну то есть у Kubernetes есть REST API, поэтому они этим воспользовались и, собственно, счастливы. Еще есть у нас такая страничка, где мы собрали все ручные шаги для того, чтобы задеплоить версию. То есть и, собственно, встроили эти Jenkins pipeline новые в эту страницу. Теперь мы деплоим и контейнеры в существующие VM-ы и jarki в существующие VM-ы и контейнеры в Kubernetes. Но jarki требует 5g для того, чтобы создать VM, настроить VM и так далее. Ну как summary, время заканчивается. По моему мнению Kubernetes, если взять оркестратор и сравнить, по моему мнению Kubernetes выигрывает. Это самый развивающийся продукт. Если у вас есть какой-то стэк, вы его можете заюзать существующий и взять то, что вам не хватает из Kubernetes. И можете ставить его локально у себя, если у вас есть сервера. Или в Amazon. Cops, инсталлятор, вполне очень быстро это все ставят. Cops, по-моему, рассказывали. И Terraform. Очень просто. Как оказалось, Jenkins не только лишь для CI. У нас на самом деле для CI используется TeamCity, а Jenkins теперь используется как deployment pipeline tool. И мы долго мучались с этой Kubernetes UI, потом кто-то взял и решил написать свое для overview, что происходит в кластере. Спрятали все логины, пароли, ключи, Kubernetes конфиги, открытые в общий доступ. Я тут собрал несколько линок, что мы используем. Мы используем Core DNS в некоторых случаях. И если есть время, отвечу на пару вопросов, если они есть. Так, давайте микрофон только. А можно вернуться на секундочку к слайду version release page? Ага. Вот это что-то ваше самописное, да? Ну, выглядит клево. Ну, взяли какой-то шаблон, да. Взяли шаблон, там была куча Jenkins job, который надо было повызывать, и вывести прогресс, и вот эти апрувы выдать на UI. Вот это в одном месте, а не прыгать там. Ну, я понял, да. Ну, очень классно выглядит. И такой еще у меня вот есть вопрос. Ну, вы сказали уже, что Terraform тоже рассматривали. А почему вот желание там через Эврику делать там сервис discovery, всякие разные прочие вещи, было только потому, что уже использовали Spring Cloud и не хотелось отказываться от имеющегося функционала или были какие-то другие аргументы? Не совсем. Ну, в основном из-за существующего стэка. То есть Istio тогда мы не слышали, там не было его еще как… не анонсировали нигде. Вот. И в основном из-за существующего стэка. То есть на VM мы брали Spring Cloud Nestle, все работало и не хватало, да, то есть мы не хотели v-центром делать автоскейлинг, чтобы v-центр знал про application layer. Соответственно взяли то, что было и взяли кубернетис, то, что там есть, смержили и получилось. Да, если сейчас смотреть, то там есть Istio и всякие такие штуки, которые… Ну, у нас получается вся инфра в сервисах, да, в мжарках там все эти хистриксы, лот-балансеры. Можно рядом с сайт-каром деплоить. То есть сейчас уже есть продвинутые, но мы, может, будем смотреть. То есть основная причина – это существующий стэк. Я понял. И последний вопрос от меня. Я не совсем уловил, как вы делаете балансинг с той точки зрения, что, ну вот, допустим, мне нужно поскейлить сейчас количество сервисов. Их там, допустим, пять. Я хочу сделать десять. Точнее, мой какой-то софт решает, что нужно сделать десять. Я просто очень слабо знаком со Spring Cloud. Там есть какой-то инструмент, который может пойти и сказать Kubernetes, что давай вот эту реплику подкрутим или там какой-то у вас другой механизм? Нет, в Spring Cloud нет ничего. Мы в Kubernetes, когда создаем реплика сет, мы ему говорим, мы им потом еще создаем автоскейлер и говорим, что вот этот контейнер, если у него там больше 50 CPU spike, Kubernetes мониторит эти контейнеры. А, все, я понял. То есть у вас автоскейлинг сделан через Kubernetes. Я почему-то думал, что… Ну, я вначале… Я перепутал просто с load balancing. Все так, да? У меня больше нет вопросов. Load balancing, Netflix компонентами, автоскейлинг, Kubernetes. А мы deployment. Ну, еще два по времени, все. Ну, поймайте меня тогда, после этого я вам все расскажу. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ